Здравствуйте! Сегодня я вам покажу ровно три удобрения для того, чтобы стволик был жирный, крепкий, здоровый, чтобы ваша рассада была, главное, здоровая, хорошо росла, имела мощную корневую систему, ну и не вытягивалась, конечно. Смотрите на мою рассаду, многие мне в комментариях пишут, что у них желтеют листья. На рассаде почему это происходит? Если говорить об огурцах, то огурцы чаще всего желтеют именно при недостатке калия, имейте это ввиду. Если у вас желтеют томатов, то причин может быть много. Первое, это они болеют томаты, если вы исключаете всякие болезни, то еще томаты могут желтеть по той причине, что, например, вы долго их не поливали, они обгорели на солнышке, а потом вы полили, и когда листики восстанавливаются, они начинают желтеть. Также еще основная причина пожелтения листвы, это вот они обветриваются, холодный воздух на них попадает. Как правило, с обратной стороны лист синий, а сверху становится желтый. Это тоже перепады температуры, имейте ввиду. И еще основная, главная причина пожелтения листвы, это обгорание на солнце. Как правило, здесь бывает не только пожелтение, но и листики еще сами по себе белеют. Также бывают болезни, различные болезни. Вам надо перевернуть листик обязательно с обратной стороны. Если это заболевание, каких-то вредителей, то на обратной стороне вы увидите каких-нибудь желчков, белых, черных или еще каких-нибудь. Обязательно обрабатывайте октары тогда по инструкции. Так что, чтобы не было желтизны, еще надо обязательно растения подкармливать. Потому что еще желтеет листва от недостатка азота, от недостатка фосфора, от недостатка калия. Поэтому лучше кормить комплексными удобрениями. Итак, начнем первое удобрение. Обязательно 1 литр воды, отстоянной воды. И берем крахмал, лучше картофельный, но можно любой другой, какой-нибудь крахмал, который у вас есть. Он влияет, крахмал влияет именно на рост. Вот этот вот жирненький рост самого растения, потому что это углеводы. А углеводы растениям тоже необходимы для полноценного роста и развития. Нам понадобится 1 чайная ложечка на 1 литр воды. В принципе, крахмал очень хорошо растворяется в воде, но имеет осадок. Поэтому сначала перемешиваем. Когда будете поливать, очень хорошо перемешивайте. Для того, чтобы этот осадок потом попал у вас в грунт. И добавляем мед. Я добавляю мед японской липы. Он не кристаллизуется в течение года. Имейте это в виду, что некоторые сорта меда очень долго стоят жидкими. Например, липа всегда очень долго стоит. Цветочная, как правило, очень быстро засахаривается. В меде содержится огромное количество витаминов, макро-микроэлементов. Также там есть сахароза, фруктоза, другие вещества, которые помогают стимулировать рост рассады и питают их всем необходимыми элементами. Для того, чтобы у нас как раз не желтела листва, корни были здоровые, мощные, крепкие. Главное, чтобы их было много. И также я добавляю аминосил. Аминосил это в первую очередь витамины для растений. Плюс польза аминосила еще в том, что она содержит более 40 аминокислот. Аминокислоты влияют на развитие растения, на иммунитет растений, на развитие корневой системы. То есть почву делают более плодородной, питательной. И растения тем самым остаются зелеными, яркими и красивыми. Но самое главное, что оно повышает иммунитет. И помогает растению впитывать все питательные вещества из почвы. Нам понадобится 5 мл на 1 литр воды. Итак, такую подкормку можно использовать 1 раз в неделю. Если растения у вас плохо растут. Кажется, что вам они желтеют, плохо выглядят. Либо 1 раз в 2 недели, если растение развивается нормально, но вы хотите, например, снять какой-нибудь стресс. Когда растение переезжает, когда вы его пересаживаете, когда оно испытывает сильные ожоги, например, от яркого, палящего солнца, или растению становится очень жарко, например, вы держите их на балконе, на лоджии, где сейчас плюс 46, оно стрессует растению, у него стресс. Поэтому у него начинает желтеть листва. Элементы плохо впитываются. И поэтому в этот момент важно подкормить правильными удобрениями, чтобы растения развивались хорошо. То есть не стрессовали при любых капризах природы, при любых капризах ваших домашних условий, что у вас в квартире сейчас жарко, отопление еще не отключили, топят не знаю как. И в квартире сейчас 30 градусов, а на балконе все 46. И такая подкормка помогает вот именно закалить ваше растение, поднять иммунитет и сделать так, чтобы растение не стрессовало. Сейчас вообще очень важно кормить препаратами, которые помогают от стресса, потому что скоро наши растения переедут на дачу, где ночью еще холодно, а днем стоит жара. По крайней мере в теплице сейчас в данный момент уже 40 накаляется, хотя на улице сегодня было, например, плюс 15, а в теплице уже было 40. Представляете? Итак, вторая подкормка. Берем 1 литр воды и берем 1 чайную ложечку сахара. Я уже говорила о том, что сахар это не азот, но по действию он работает так же, как азот. То есть эффект получается очень бешеный рост именно от сахара, потому что это углеводы и растения за счет углеводов набирают хорошо зеленую массу. И добавляем туда монокалий фосфат. Что дает вообще монокалий фосфат? Он влияет на корневую систему. Он помогает от пожелтения листвы. Ну и, конечно, для здоровья. И добавляем аминосил. 5 мл на 1 литр воды. Монокалий фосфат надо чуть-чуть, буквально щепоточку можно добавить на 1 литр воды. И 1 чайная ложечка сахара. Все это перемешать. Аминосил, как я уже говорила, это проводник всех питательных элементов к растению. Плюс антистрессовый препарат, который помогает при любых неблагоприятных условиях оставаться всегда таким жизнерадостным, зеленым и красивым. Вот такие вот растения у меня уже высокорослые, большие. Имейте это в виду. Ну и поливаем либо один раз в неделю, либо один раз в две недели. Смотрите уже по состоянию ваших растений. Если ваши растения болеют, например, как определить, болеют они или не болеют. Как правило, фитофторой дома растения, такие молодые, рассады не болеют. Ну я, по крайней мере, не видела такого ни разу. А вот насекомых вы вполне можете где-нибудь принести из каких-нибудь растений, с обуви, или еще как-нибудь занести в квартиру или с балкона. Вот он у меня залетает постоянно. Потому что у меня деревья рядом с балконом прямо прилегают к лоджи. И они залетают, эти насекомые. Вот. От насекомых помогает октара. Имейте это в виду. От червячков в почве тоже помогает октара. Вот. А чтобы растения не желтели, были крепкими, здоровыми, обязательно кормите вашу рассаду. И тогда она будет красивая, зелененькая, крепкая, коренастая и толстенькая. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.